А вчера мы были в гостях у семьи Векторовых. Отлично провели вечер. Старший сын рассказал теорему, а все гости предлагали свои доказательства. Увлекательные занятия. Твой младший брат нашел семь доказательств, мама двенадцать, а я только шесть. Зато одно из моих доказательств было признано на вечере самым оригинальным. Как будут у вас каникулы в академии, ты непременно приезжай. Циркуля кормить не забывай. И обязательно рассчитывай нужное количество корма по формуле, которую предложила мама. Она наиболее удобная. Папа. О, письмо из дома? Да. Циркуль, ты себе не представляешь, насколько приятно письмо из дома получить. Нам надо обязательно с тобой в выходные съездить к моим родителям. Я даже придумал им парочку математических загадок, чтобы было во что поиграть вечером. Ах да, нужно еще привезти им фотографии с нашей с тобой поездки на математический форум. И обязательно рассказать, что я там пожал руку потомку самого Пифагора. Мы с ним договорились, что встретимся и допишем новые доказательства теоремы его предка. Вот будет событие в математическом мире. Ты что, не видишь? Урок начался. Ах да, что-то я совсем замечтался. Ну, простите, ребят, уж очень я люблю получать письма от родных. Я рад снова приветствовать вас в Академии занимательных наук. Прошу вас, располагайтесь поудобнее, а мы начинаем. Да-да-да, давно пора. Давай-давай, начинай. Ну что ж, друг, давай посмотрим, что нам пишут наши юные математики. Ну как, много письма? Да, Циркуль, очень много. Выбрать трудновато, но вот, пожалуй, вот это. Здравствуйте, профессор и Циркуль. Недавно услышал фразу «алгебраическое выражение». Скажите, а что это такое? Вот стихи читать можно с выражением, это я знаю. А в математике-то как? Это что, примеры с выражением решать? С уважением, Стас Швецов. Ну что ж, Стас, математика сама по себе достаточно выразительная, скажем, наука. А вот с выражениями здесь всё довольно просто. Алгебраическое выражение – это не то, с чем решают примеры, а то, с помощью чего их записывают. И называются эти выражения «одночлены» и «многочлены». Что это такое и с чем их едят, и как они выглядят, проще всего продемонстрировать наглядно. И про седобную часть поподробнее, пожалуйста. На что похожи «одночлены»? На номера машин или на номера домов. То есть «одночлен» записывается числом, буквой и степенью буквы или числа. Число называется коэффициентом, а буква – переменной. Кстати, просто число или же просто буква – это тоже «одночлен». Даже ноль является «одночленом». Его так и называют – нулевой «одночлен». Если «одночлены» одинаковые или отличаются только коэффициентами, то есть числом, то они называются подобными. Подобные – это не съедобные. Зачем же они нужны, а? «Одночлены» можно складывать, вычитать один из другого, умножать и даже делить. Но самое интересное – играть ими в слова. Игры – это как раз по моей части. Итак, умножим друг на друга вот такие «одночлены». 2РА в квадрате Д умножаем 4О в квадрате СТ. Сначала умножаем 2 на 4. И потом соединяем все буквы. Итого, что у нас получилось? Радость! Правильно! Радость и прямо-таки восьмикратная. Хочу еще играть! Да нет проблем, Циркуль. Вот как ты думаешь, что общего между сном и носом? Хм, не знаю. Это подобные «одночлены». Запишем их вот так, чисто математически. 2СО квадрат М умножаем на 3М куб ОС. На их примере хорошо видно, как легко умножаются подобные одночлены. 2 умножить на 3 равно 6. Степени букв складываем и получаем циркуль. Фон или нос? Будем писать буквы в алфавитном порядке. Нос. А произведение этих одночленов равно 6Н в четвертой степени умножить на О в кубе и умножаем на С в квадрате. Ну что, Циркуль, твой нос теперь что-то чувствует? Да чувствует новое письмо. Это просто прекрасно. Через пару минут обязательно посмотрим, от кого. А сейчас, чтобы окончательно рассказать Стасу об алгебраических выражениях, напомню, что еще существует многочлен. То есть алгебраическая сумма одночленов. Он выглядит, ну, допустим, так. Произведение. 8РА квадрат, Д куб, О квадрат, С куб, Т плюс 3МО квадрат, УА куб. Вот с таким выражением, Стас, можно решать некоторые уравнения. Ой, я хотел сказать, Стас, вот такие бывают алгебраические выражения, о которых ты спрашивал. Называются они одночлены и многочлены. Одночлен состоит из чисел и букв. А многочлен из суммы разных одночленов. И используются они в математике для записи различных уравнений. Архи-впечатляющий, но опять ничего съедобного. Посмотри-ка, циркуль, вот какое письмо ты учуял. Как любопытно, пишет нам Леша Топельский из Климовска. Здравствуйте. Чем отличаются теоремы и аксиомы друг от друга, и для чего те и другие вообще нужны? О, дорогой друг, на теоремах и аксиомах строится все наше знание о мире. Теорема – это утверждение, которое описывает какое-либо свойство и которое нужно доказать. То есть, какое-либо предположение. Например, Леша, ты можешь сказать родителям, что ты хорошо учишься, но ты еще должен доказать это делом. Вот у меня есть вот такая коробка. На ней написано, что в ней, внутри, находится шоколадная конфета. Но коробку пока мы открыть не можем. Как нам доказать, что внутри действительно конфеты? А, ну, не фантики, например. Надо прогрызть коробки дырку. Тебе лишь бы что-нибудь только погрызть. Ну, неплохой вариант, конечно, но я поступлю иначе. Сначала я потрясу коробку. Слышите? Внутри что-то стучит. Ну-ка. Ммм, пахнет шоколадом. Ну, а теперь открываем. Конфеты. Что и требовалось доказать. Тебе лишь бы есть аксиома. Аксиома, дружок, это утверждение, которое не требует доказательств. Пусть в этой коробке конфет может лежать что-то другое, но шоколадные конфеты всегда пахнут шоколадом, потому что они из него сделаны. И в данном случае это утверждение аксиома. Таким образом, мы видим, что доказательство теорем основывается на аксиомах. Раз стучит, тут никаких возражений быть не может. Пахнет шоколадом. Аксиома еще одна. Блестящий фантик, форма конфетная – это все тоже аксиомы. И все это доказывает, что в коробке конфеты. Конфеты. Слово «теорема» в переводе с древнегреческого означает «взгляд», а слово «аксиома» придумал Аристотель. И означало оно истину, очевидную саму по себе. Теорем в математике великое множество. И у каждой может быть не одно доказательство. Вот, например, для теоремы Пифагора записано целых 367 доказательств. А еще существует ряд теорем с очень любопытными названиями. Например, теорема о четырех красках. Да? Это как? Проблема четырех красок – это математическая задача, которую придумал английский ученый Фрэнсис Гутри в 1852 году. В основе ее вопроса, можно ли раскрасить карту графств Британии только четырьмя цветами. Причем так, чтобы никакие два соседних графства не оказались бы раскрашенными в один и тот же цвет. Потом он стал думать, хватит ли четырех цветов для раскраски любой другой карты аналогичным способом. В 1976 году доказательства нашли. Это была первая теорема, для доказательства которой использовали компьютер. Ученые потратили на решение около тысячи часов. Ах, впечатляюще! В общем, Леша, какой можно сделать вывод из всего сказанного? Твоя задача – сделать так, чтобы фраза «Леша-отличник» стала аксиомой и уж точно не превратилась бы в недоказуемую теорему. Циркуль, как ты смотришь на то, чтобы научить ребят новому забавному фокусу? Положительно! Задумай любую цифру, только мне не говори, а то ты любишь все секреты раскрывать сразу. Задумал! Тогда вот тебе калькулятор, он тебе пригодится. Угу, посчитай сейчас. Умножь свое число на семь. А теперь на 15873. Да-да, именно для этого я и дал тебе калькулятор. Умножил? Сколько получилось? Ммм, много троих. Значит, ты задумал цифру 3. Да! Дорогие друзья, весь фокус в том, что если умножить 15873 на 7, то получится 1111111. И поэтому вы всегда можете угадать число, задуманное вашими приятелями, как я угадал число циркуля. А, очень впечатляюще! Ну что ж, мы сегодня хорошо провели урок. Как думаешь, циркуль? Архи-хорошо! Дорогие друзья, я очень рад, что наша сегодняшняя встреча состоялась. С нетерпением жду следующий. Придумывайте, о чем бы вы хотели спросить нас с циркулем. Пишите нам письма по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя» профессору Круглову. Также вы можете оставлять свои комментарии на сайте телеканала. Тройная W.радостьмоя.ру С радостью ответим. До скорых встреч! А я пойду напишу письмо домой. Надо же столько всего рассказать. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok